Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. И как говорила та девочка, и никому не здрасте, которая приходила в плохом настроении из садика. У меня сегодня плохое настроение, я сегодня крайне расстроена, крайне огорчена. Даже, возможно, не всплакнула. У нас сегодня был экзамен, к которому я готовилась очень-очень сильно, на который на 60 вопросов у нас было дано чуть меньше, чем 2 часа. И это было с открытыми этими записками экзамен, но... В общем, он немножко был не в той форме, в которой я готовилась. Я практически переписала всю книгу, как она и советовала. Ну, со мной, как это правильно сказать... Проблема возникла в том, что у меня еще, наверное, недостаточно языка. Ну, понятно, что его еще недостаточно. Его даже более чем недостаточно, потому что, ну, не так много ты учишься, и чтобы узнать все слова, надо их услышать, надо их сказать. Как Антоша сегодня утром сказал, он начал читать книжку про Рузвельта. И я спрашиваю, ну, как тебе? Он говорит, ну, классно, но только я понял, что... Я забыл, как он точно сказал, но он сказал, что, типа, книжка для него не подходит по возрасту в том плане, что он некоторых слов не понимает. Значение. То есть он их еще не слышал в речи, не употреблял в разговорах, и поэтому... Поэтому и ты столкнулась с этим. Да, я столкнулась с этим. Я подошла к ней в середине экзамена, когда уже поняла, что из 60 вопросов 6 у меня вызывают ну, совсем уже прям легкий, так сказать... Ну, вообще, мне сложно понять формулировку и значение вопросов, что нужно. Вот. И я подошла к ней и сказала, что вот в этом предложении я не понимаю, вот это, вот это, вот это слово могу я именно для этого, для этого и для этого слова использовать телефон, чтобы перевести. Она сказала, нет, говорит. Если, говорит, во время лекции, говорит, я тебе разрешаю, а на экзамене нет. Извините. А ты не попробовал сказать, давайте я при вас переведу это слово. Нет. Она вообще сказала, нет, столы были очищены, на столе можно было оставить только ручку и тетрадки. Тетрадки были проверены на наличие печатного текста. В смысле, чтобы не было? Чтобы не было печатного текста в тетрадках. В серокопии или распечаток? У меня тетрадка такая, что в ней в тетрадках еще есть папочки, где, ну, расписание вложено. Она даже попросила достать расписание, хотя она сама его печатала. Вот, это мало времени для меня, наверное, как для студента ИСЛ получилось, в среднем где-то около двух минут на один вопрос. Я пока его прочитаю, пока, ну, обработаю что-нибудь. И на самом деле, хоть она и говорила, что, ну, открытые тетрадки, открытые тетрадки, ну, да нету того времени разить в этой тетрадке и искать там что-то. Что еще? Что заметно изменилось в классе после экзамена. Она нас, в отличие от всех учителей, после экзамена не распустила, как обычно это делается, ну, мы начали новую лекцию. Продолжила террор. Люди писать стали в классе. До этого не очень много кто писал в классе. А тут у всех открылось, блин, прямо за ней записывать. То есть они подумали, что они могли бы списать? Или они неплохо, или они плохо написали экзамен? Ну, может быть, тоже кто-то понимал, что... Ну, вот девочка, мы подружились с девочкой из Китая, и меня сегодня немножко, ну, она как поразила, она пришла абсолютно не готовая. Мы просто перед экзаменом разговаривали. Я говорю, ты готовилась? Она говорит... Ну, я, говорит, посмотрела, и достает этот листик, на котором распечатано... Что будет? Что будет? Она просто вот какие-то пометки на китайском сделала. Я говорю, а где твой ноут? Ну, что можно же тетрадку? Она говорит, я не брала. В общем, она сдала минут через 30, наверное, в начале экзамена, листик, и дальше сидела, играла... Ну, в телефоне, в общем, что-то она там делала, неважно, в общем, да? И что ты думаешь, она все ответила? Или... Я не знаю. А как вообще был процент сдаваемости по времени? Процент сдаваемости я сдала уже тогда, когда началась перемена, но она сказала, что, типа, я разрешаю, кто... Ну, вот как время и стекло, если вы не хотите, грубо говоря, в туалет пить, есть, там, отдохнуть, вы можете свою перемену потратить на экзамен. Или... Но как только случается время, что началась лекция... Сдаем. Все сдаем. Ну... Опять. Ну, ладно, кто остался на перемену? Ну, я осталась, со мной остался парень вот этот, который мне рассказывал про Амазона. Я рассказывала про Амазон. Что на Амазоне можно книжки пройти. А, ну... Наверное, не рассказывал. Ну, нет, наверное, не рассказывал. Я не хочу сегодня об этом говорить. Я сегодня расстроена. В общем, короче, хочу... Ведро мороженое закусывая шоколадкой. Да, поехали. Закусывать шоколадкой? Забивать корой, примеряя новые туфли и выбирая новую сумку. Вот как мне прямо настроение поднялось. Ну, в общем, остался парень этот. Да как, куда мы едем? Конечно, замороженным. Жизнь вообще была. Едем замороженным? Да. Да. В магазин ты пойдешь от любви штаны. Пойдешь в этих штанах. У тебя красивые штаны. В общем, парень остался. Он не ESL студент. Он хорошо учится. И что интересно, да, мы сидим-то рядом. Ну, и получается, я у него какие-то вопросы уточняла про Amazon. Оказывается, на Амазоне не обязательно покупать учебники. Их можно в аренду брать. И он мне объяснял, как это делать. Ну, просто один учебник мы заказывали через Амазон. Когда-то еще, когда я начинала учить. Я тебя перебляю. Мы в Walmart поедем замороженную? Да куда хочешь? Только не так. Ну, быстро. А какое будем брать? Ведро или нет? Ванильное? Ведро. Ведерко. Нет, ведро. Я настаиваю на ведре. Значит... Ну, в общем, этот мальчик остался. Осталось... Короче, ты будешь заедать проблему? Ой, да! И что? Я тебе больше скажу. Я тебе больше скажу. Когда я, блин, выход уже... Ну, я сдала и пошла все-таки в туалет. Я вообще подумала, неплохо, бро, и сегодня и запить ее. Зовите. В общем, парень этот остался, а осталась поживая женщина. Она очень плохо говорит. Сколько лет? Это та, по которой сумочка? Нет, такая. А расскажи про ту сумочку. Здесь какую сумочку? Которая с котиками. Которая с котиками? Которая... Не, другая. Так же. Это с другого краса. Ситуация с сумочкой с котиками с другого краса. Она очень поживая. И я предпорогаю, Серёжу, что она ровесница твою маму. Летом 70, может быть. Она, короче, от 60 до 70 лет. Потому что она ухоженная. Но уже ухоженностью какие-то вещи не замажешь, короче. Остались... Ну, в общем, у нас пятеро или шесть осталось. И, в общем, она видела, с каким я лицом сдавала экзамен. Она ещё попросила, когда сдаёшь экзамен, показывает свою тетрадку. Она говорит, я просто хочу знать, кто видит, ну, кто как, типа... Зависит ли это, типа, от того, ну, как... Ваши знания от ваших записываний. Да, от тетрадки, типа. Она просмотрела и выросла на неё, говорит, типа, зачем ты столько много пишешь? Ну, я же все выходные, блин, да, переписывала своими словами книжку. Ну, Зай, ну, давай правильно объясним. Ты не то, что переписывала, ты разбиралась. Я разбиралась. Ты конспектировала. Ты конспектировала. Нет, нет, я делала конспект. Нет, нет, я делала конспект. Что-то, ну... Мне просто кто-нибудь может подумать, что ты посидела, блин, как... Нет, это было не... Восьмиклассница переписывала, чтобы потом всё содрать. Нет, нет, я конспектировала... Восьмиклассница переписывала... Семь параграфов книжки. Что ещё? Она сказала, типа, ты окей? Я говорю, да. Было бы окей, если бы ты мне разрешила хоть пару слов перевести. Я говорю, просто говорю, я немножко расстроена, очень сильно. Она говорит, ой, типа, не переживай, всё хорошо, всё хорошо. Я говорю, ну да, всё хорошо. Короче, она сегодня показала свою истинную лицу. Вот тогда она сказала, что она строгая, потом она как бы всё отпустила, да? А сегодня как бы она уперлась рогом. Ну, я не знаю, она мне всё равно очень приятно. Ну, она могла сказать, давай, хорошо, около меня, стоя около меня, переведи эти два слова. Я тебе так скажу. Вот учительница миссис Брингс, которой я, я уже думала о том, как я её отблагодарю когда-то в своей жизни, когда я буду получать свой диплом, я обязательно в свою речь включу её, да? Я думаю, что она бы, да, вот она бы либо сказала, либо переведи вот прям при мне, либо она сказала, хорошо, ты не понимаешь вот это слово. Значит, простыми словами, это значит бра-бра-бра. Да. Я думаю, что это было бы правильно. Потому что вот она такой чё, а эта немножко не так. Она мне всё равно очень приятно, и я не скажу, что типа там, фу, типа там всё, типа не люблю её, она мне не нравится или мне неприятно будет у неё учиться и ещё 4х. Ну, когда ты будешь писать ей ревью, я думаю, ты задумаешься. Нет, она прекрасна как преподаватель, она очень просто делает вот эти вот страйды, которые мы, ну, быстро конспектируем за ней. Она даёт очень много, ну, она очень много даёт. Ну, скажем, вот если Миссис Брингс, я буду помнить, наверное, блин, в 70 лет буду рассказывать, как может быть, да, то её я, наверное, она вряд ли всё равно. Пройдённая? Да, она просто пройдёт как этапы и всё. И я же говорю, у меня система этапов в жизни, поэтому это будет один из этапов. Возможно, не очень приятно. Так, о чём это? Ну, о том, что, короче, и ты сдала расстроенная. Я сдала расстроенная, сейчас я ещё объясню, что мне было тяжело на экзамене, но я должна это показать, потому что я не знаю, когда я училась в Беларуси, у нас этого не было. Использование вот этой вот, сейчас я скажу, как оно, блин, называется. Оно называется Scantron. Короче, это форма. Как её правильно? Да, вот, окей, ну же, я думаю. Блин. Короче, когда ты отвечаешь на вопросы, ты не отвечаешь, допустим... Не делаешь развернутые ответы, выбираешь ответы. Ты выбираешь ответы? Это, наверное, как ЕГЭ. Ну, я не знаю, что это, да. То есть, задан вопрос, и к нему четыре ответа. Да, и вот... Точно так сдают на права в Америке. Вопрос-ответ, выбираешь правильно. Сейчас я скажу, почему для меня тяжело. Я, во-первых, когда начинаю нервничать, у меня начинается приступ кровной боли. Я принимаю много медицины. Одним из накатывающего приступа мигрени, это то, что у меня пропадает зрение на правый глаз. Здесь очень мелко написано. И когда я, допустим, я знаю, что мне нужно подумать над четырнадцатым вопросом, я его пропускаю, да. Я могу сбиться потом. Мне очень тяжело зарисовывать эти кружки, потому что мне надо левым глазом присмотреться, где A, где B, где C, где D, где I. И для меня всё-таки более простая форма, когда ты читаешь ответ, тут же зарисовываешь, выбираешь, пишешь от руки, блин. Мы едем за мороженое. Мы едем за мороженое. Настойчиво. Блин. У меня карточка есть. Или заедем домой за двоей. Мы поехали за двоей. Сегодня ты угощаешь. Блин, ну нафига я так делаю рукой? Ну вот же овца. Вырежешь то, что я сказала, что я овца. Потому что я не овца. Потому что овца в прошлый раз, когда так сделала перед экзаменом письменным, не могла писать. У меня тут такая фигня на руке есть. Забавная. И когда я так делаю, она потом болит и потом сложно ручку держать. Так про что я? Ну и добила она меня в конце дня. Просто я уже уходила из класса. Она ещё раз спросила, у тебя правда всё хорошо? Я говорю, да. Не переживайте. Всё у меня хорошо. Нам вернули брошюры, которые мы делали по... Вот такая брошюра. Здесь нужно было... Ну, в общем, о нём. О Павлове. Мне Павлов достался. Из другой страны. Да. Надо было написать какую-то, допустим, его немножко биографию, важные моменты. Написать о его теории. Написать, из чего она состоит. Потом, как мы можем это применить к детям. И какие... Ну, чем это хорошо, то что мы знаем, и чем это может нам помочь с детьми. В общем, из 50 возможных она мне поставила 45, потому что у меня есть спеллинг и стейк. Да. То есть драматические шаги. Да. Ну, это опять же, то есть работа была сделана хорошо, а сказывается нехватка, ну, образования, скажем так, элементарного. Да. Вот в этом плане мне понравился физрук. Мы как-то в классе что-то писали, там, ну, такое коротенькое, типа, там, ааа, плохо курить, плохо пить. Я когда ему отдавала, я говорю, так, скажите, там, он говорит, а вы спеллинг будете чекать или нет? Он говорит, я тренер, он говорит, я же нет. Я говорю, а, ну, ладно, тогда отдам, он попел. Тогда можно будет. Ну, был же и хорошим фильмичем. Ты какой? В «Вуменстаде». А, на «Вуменстаде» тебе интересного было. Ну, я же подготовилась уже ко второй своей работе, перелопатила вот столько вот информации по поводу этого третьего пола, про то, что, в принципе, ну, как это сказать, общество само формирует иногда этот третий пол. В общем, я это все от руки набросала. В общем, я поняла, что от руки набрасывать – это плохой вариант, потому что ей, видимо, было тяжело немножко читать мое «от руки написано». Хотя, вообще, я считала, что у меня почерк достаточно читабильный, как сказать. Зайка, ну, почерк у тебя… Ну, легко читать мое. Красивый, но, видимо, в английской интерпретации… Поэтому я поняла, что лучше все-таки набирать, что… И я ей принесла. Она осталась очень довольна. Она просмотрела, сказала, говорит, класс, мне, говорит, это нравится. Говорит, здесь больше информации, чем я давала в классе. Ну, и я ей говорю, что, понимаете, говорю, для меня этот класс абсолютно новый. Я переехала во взрослом возрасте в Америку. Я не брала ни в хайску, здесь никаких этих «вумен статен». Для меня, говорю, это вообще все новое. И когда вы говорите какие-то термины в классе, я, говорю, прихожу домой и начинаю, блин, атаку интернета. Потому что мне надо знать, мне надо разбираться. И она сказала, говорит, что я знаю, у меня, говорит, есть студентка в другом классе из России. И, говорит, она меня ненавидит. Вот. Потому что она… И, говорит, мы с ней недавно разговаривали после класса. Она, говорит, в очень агрессивной форме отстаивала свое мнение по поводу вот, ну, того, что… Ну, как бы… Что… Нормально, когда есть только два пола, типа, мальчик-девочка, что нужно исключить все эти третьи пола… Полы… 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 Она прочитала то, что я нашла дополнительную информацию о Фафафинах. Она говорит, что это очень интересно. Я у нее спросила, говорю, а могу ли я включить, ну, пример не только о человеке, о собачках. Я рассказала, о том, как мы, когда у нас щен и собачки были,… У нас одна девочка… Растя… Росла… Росла. Росла рядом с мальчиками. И она начала реально думать, что она мальчик. Она стала писать, как собачка-мальчик, подымать ножку. В общем, она себя вела так, как вёл наш самец. Она засмеялась, говорит, это очень интересно. Говорит, да, это получается, как окружение формирует вот этот вот третий пор. Она фактически девочка, но ведёт и ощущает себя, как мальчик. Говорит, ну мы тут как бы о людях, поэтому ограничимся, говорит. Вот, говорит, кого ты ещё нашла? Говорит, я вон в классе давала о Мексике, о Индии, о Албании. Я говорю, ну это оказывается развито ещё, говорю, даже в Америке и в Австралии есть этот третий пол. Именно кого общество как бы формирует. И, по-моему, даже у американских индейцев был третий пол. Вот, если не сейчас, у меня просто в голове очень большая каша такая. И она сказала, говорит, да, я буду рада, если ты, типа, включишь это. И очень осталась она довольна. В общем, мы расстались, можно сказать, лучше. Ну, пошли за Марушком. А, так мне надо телефон взять, потому что у меня карточка. Как вы уже поняли, мы идём в Волмарт, чтобы купить... Антидепрессант. Антидепрессант, да. Мы будем только один антидепрессант брать или ещё пойдём лазить куда-нибудь? Не, ну, наверное, возьмём только мороженое и холодное. А холодное есть. А, холодное. Блин, ты мне испортишь въезд? Это твои проблемы. У меня здесь нормально. Нет, мороженое в следующем ряду, Жайка, почти. А? Нет, в том ряду. Мне кажется, оно с этой стороны стоит. А, мне кажется, здесь картошка сейчас будет. Блин. Может, прошли тогда тут ряд? Так, ну, хорошо идём. Да, мороженое с той стороны. Мы прошли. Мы давно не были в этом Волмарте и забыли, где мороженое. Вот оно. Вот этот мороженовый рай. Мы идём за ведром. Ну, если купить какой-то средний вариант, между большим ядром, то не очень хорошо. Так, Зайка, не колотись от холода, у меня сейчас тоже может быть. Ну, вот, вот. Мы любим покупать вот такое ванила. Оно стоит 5,97. И объём у него 4 литра 250 миллилитров, скажем так. 4,25 литра. Ты хочешь только на другом остановиться? Я думаю, что в мороженое-то не влезет, ничего, ведро со скучаем. А ты не помнишь, что у нас по мороженое? Хорошо, всё поморожено. Да? Ну, мы можем взять вот какие-нибудь такие маленькие недоведёрки. Два. Давай шоколадные тогда возьмём, может, и ты шоколадные. Шоколадные, не шоколадные. Я не вижу ванили у вас здесь. Ой, давай возьмём с карамелью, и вон ванили у нас остается. Зайка, ты уверена, что с карамелью? Может, и шоколадные. Может, лучше шоколадные, шоколадные? Вот такое? Ну, а ты как? Не, я как ты хочешь, мне без разницы. У тебя же это заедало в углу. Ну, давай тогда возьмём шоколадный. Просто я боюсь, что, ну, этот вот эксперимент, он может быть, тем более, салтый. Там есть салтый. А? Там с печеньками. Давай покажем ещё какую-то. Супер. С печеньками это другое, ну? Ну, в общем, обзор мороженых, наверное, надо сделать. Пошли, смотри, Зайка. Я как понимаю, это салиноватая будет? Ну, ладно. А там, вон, с печенькой. Нет, с печенькой. Давайте, давайте, как-то шоколадную. Вот это? Да, и ванильная, обычно. Держи. Зелёная не хочешь, как-то, ловая? Значит, берём баночку шоколадного. Что у него с весом получается с объёмом? Литр 360. Блин, а я не это самое. Подержи, пожалуйста, одну баночку, а то я не подержу. Так, и берём вот такую ванильку. А есть ванилька, и есть какая-то ещё, он, хоум-мейт ванила. Мы жмём простую. Да? То же самое, короче, 397 баночка. И всё, двигаем на кассу. Докуплено. Я тебе отдам. Сразу инием банки покрылись. Они такие холодные. Блин, ну давай, наверное, в пакетике, если в пакетике. Ну давай. Потому что, ну, куда его на коленке ставить? Короче, компания или бренд, скажем так, называется Blue Bunny. Ванилка. И такая же Blue Bunny шоколадная. Ну давай, блюбаня. Ну я не помню, про что он говорил. Про Вумен Стать. Что она сказала, что ты сделала очень большой труд, который... Ну, она сказала, что я могу продолжать в данном направлении работы. А по ней будут экзамены? По ней будет финальная презентация. Это когда нужно будет, ну, сделать, ну, на заданную тему, там, рассказывать, там, бла-бла-бла-бла. Ну вот, получится, что оценка сложится из вот этих вот работ, что мы будем писать ещё, по-моему, две, и одна презентация из четырёх оценок сложится полная оценка. А Фиура? Да, Фиура опять рухнулся, чтобы мы не устали. Он волнуется, чтобы мы не уставали. Ну, на самом деле, он, короче, просто нас немножко сегодня, конечно, обломал. Он говорит, что, типа, помните, я там домашку отменил, экзамен отменил. Он говорит, ну, у нас вот будет небольшой тест в понедельник. Он говорит, сейчас я зачитаю вопросы, вы не волнуйтесь, типа, это очень легко, опять же, всё можно открытое, чтобы было. И даже такой сказал, вы даже, говорит, мы будем, чтобы мне, говорит, было проще делать с вот этими сконтронами, что я показывала. Вот. Ну, говорит, вы не волнуйтесь, их покупать не надо. Вообще их покупают студенты в нашем магазине, они стоят, ну, в нашем смысле, в колледжах, в магазине, они стоят до 98, 12 или 10 штук, я точно не помню. Вот, говорит, я сам куплю для всех, типа, не надо покупать. И, ну, вопросы там такие, типа, курение это вредно или нет? Почему... Не в затяжку. Да. Почему увеличилась за последнее время продолжительность жизни, варианты? Потому что у людей там... Может, телефон, что-нибудь? Такой был. Вот, ну, там вопросы... Так, а что, вот обсуждали, почему увеличилась продолжительность жизни? Потому что вакцинация появилась, потому что изменилась система жизни. Ну, не то, что прям вот... Не, ну, я думал, что-то будет именно вот... Нет, очень, все в общем. Такое... Он говорит, ну, естественно, смотрите, вы сможете смотреть. Ну, вот все, то, что, о чем мы порутаем, все эти лекции, они, опять же, на слайдах как бы есть. И он все это на почту скидывает постоянно, мы можем смотреть. Ну, мы, в общем, с Сахарой подошли к нему после урока и говорю... А девочек освободят? Не, не, и мы подошли, я улыбаюсь, говорю, скажите, говорю, а вы можете дать мне домой посмотреть вопросы? А он говорит, не до такой степени все будет просто. Я говорю, ну, ладно. Надо было сказать, просто нас двое освободили. Нас трое появилось, еще одна девочка. Но она как-то появляется периодически. Она то приходит, то уходит, то уходит среди урока. Вот даже среди того времени, что он нас держит, там... Час. Час какой-нибудь, да, она это успеет куда-то сойти. Расскажи про эту женщину, которую ты рассказывала мне на другом уроке. На другом уроке у меня есть женщина. И мы, когда у нас было задание, мы начали, когда проходить периоды у человека в жизни, какое они имеют влияние на дальнейшее. В общем, нас интересовали периоды от... Мы написали от даты своего рождения до настоящего, и об этом, по-моему, рассказывал вчера. Ну, факт, что у нас потом сказали, старые повернут друг к другу, мы же сидим за такими парточками, ну, вот как прямо в американском кино показывают. Маленькая парточка со стульчиком. Стульчик зафиксирован, ты его не там, не сдвинешь, не подвинешь. Мы их поставили в кружочек, ну, где-то мы разбились по 4-5 человек, да. Ну, и когда я увидела, что у нее год рождения стоит на 2 года старше Сережи, я немножко прикабанила, потому что, ну, вообще, азиатки, в принципе, выглядят гораздо мороже своих лет, но тут прямо меня прибило, потому что, ну, глядя на нее, нельзя подумать, что ей 17 лет. Допустим, на некоторых смотришь и видишь, что, ну, совсем юные девушки. Ну, я думала, что ей, ну, я не знаю, 25, там, на 25 до 30. Ну, когда я говорю, я прямо свое, так сказать, я ей сказала, говорю, что, блин, говорю, я бы никогда в жизни не подумала, говорю, я вообще считала, что, говорю, вам лет... Что ей здесь только живут? Я говорю, что он лет 20, как бы, она не, 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 типа, там, ей не 20 уже. Ну, в общем, выглядит она просто шикарно, она выглядит, блин, мороже, чем наша тоже. Ну, образно говоря, она очень юной выглядит. Ну, я еще раз отмечу, практически все азиатки, на мужчин я, как бы, особо ни о ней не обращала, практически все женщины выглядят гораздо, гораздо моложе своих лет. А женщины, которые из Южной Кореи, они все выглядят, как фарфоровые куколки, вот реально. Они очень с хорошим макияжем, они очень у них популярны. Просто у меня несколько подружек было в Иссо Классе, кто из Южной Кореи. И сейчас девочка, с которой я дружу, тоже она из Кореи. Они все пользуются этими линзами, чтобы зрачки эти были огромные. Прям, ну, они смотрятся, но реально куколки куколками. Очень красиво. Поэтому переходим на морскую капусту. Почему морскую капусту? Потому что они все едят, блин, водоросни. Ну, да, наверное. В общем, понять секрет их ней вот такой молодости... Понимаете, на ней даже отсутствуют мимические морщины. Вот, ну, у любого человека... Ну, да. С немодности на морде. Ну, у любого человека есть мимические морщины. Да, ну, здесь, как-то там, здесь. Ну, у нее такое ощущение, что она по утрам все лицо гладит. Все с утра, блин, там рубашечку, штоники, а на лицо. Ну, очень молодо выглядит. Ну, и я, наверное, еще ни разу полную азиатку не видела. Ну, это тоже у них, наверное, может, им сложно располнить. У кого-то склонность к чему-то, так у них склонность не к полноте. Ну, вот такие дела, конечно. Ну, вот такой был немножко... Результат экзамена я буду знать на следующей неделе. Грустный немножко экзаменационный влог. Будем надеяться, что выстрелит, как выстрелило, с чем? На музыке. Нет, с музыкой. А вот недавно, что ты думала, расстраивалась, а у тебя хлоп и получилось хорошо? Павел, мы не ждали. А, когда ты получила, мы же записывали. Да, павел, мы не ждали. Ты даже и не ожидала, а так хорошо. Я абсолютно не ожидала. Я надеялась, что будет си, и думаю, надо успокоиться. Си тоже оценка. И, ну, иногда надо, наверное, как-то быть таким человеком, вот как смотришь, ты такая, что, типа, какая разница? Главное, пас, класс. Типа, сдал, класс и сдал. Уже какая оценка, ну, неважно им, типа. Я вообще, конечно, очень удивляюсь, когда вот такие, скажем, ну, я поднесла их в категорию молодые люди, да, когда они не загоняются вот этим GPA, ну, типа, средним балом, да, они что, дальше не планируют какой-то институт? Вот, как-то это для меня непонятно, почему они свободны от каких-то дел, не посвящают свое время учебе. Ну, мы молодые. Зай, ну я же здесь у нее фотка скинула. Моя подружка полукласса проспала. А у нас, кстати, спилили дерево. Сейчас я, наверное, подвернусь, чтобы было видно. Но мы, наверное, себе ничего там брать не будем. Так, вот, уже видно, да? А, это написано, что бесплатно. Да, видите, вот спиленное дерево, вот за серой машиной, за этой. Тот, кто смотрит версию вовнутрь машины, вы можете перейти и посмотреть конец видео в этом видео. Вот. Вот оно попилено на колоды на такие, и на одной написано free. То есть, кому надо дрова для камина, там, или я еще не знаю для чего, можно приезжать и забирать это. И так происходит со всеми вещами. Кто-то диван может выстоять. Кто смотрит наши влоги, видел, около нас стоял холодильник очень долго. Телевизоры. Когда мы приехали, вообще телевизоры, кубики выбрасывали повально просто. Ну, это вообще нечто было. Вот. Очень часто всякую мебель. А потом, интересно, как сменилась тенденция. Стали уже плоские телевизоры выставляют. Да, сейчас уже выставляют плоские. Маленькие диагональки меняют на большие и выставляют плоские. Вот. Ну, мебели очень много на улице выставляют. И что самое интересное, еще вешают скотчком это, что хорошо работает. Меня так умиляют эти записки. Пульт скотчем приклеен, и написано хорошо работает. Ну, это же так... Чтоб человек, ну, знал, брать, не брать, не волновался. Интересно. Ну, все, наверное, на этом закончим. Поедем, а то мороженое тает. Всем хорошего настроения. Кто учится, хорошо учитесь, старайтесь. Сильно не расстраивайтесь. Ну, или, если что, по нашей схеме. С заморожкой. Все. Всем пока-пока-пока. На канале. Наше уже все удели. Я все время что-то забываю. Be life, it's my life. Всем хорошего настроения. И хороший учеб. Бай-бай. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok